Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели. Наконец-то пятница сегодня и день самый добрый на неделе, видимо. Ну, по крайней мере, среди рабочих. Итак, сегодня пятница и, как всегда, в конце рабочей недели мы подводим финансовые итоги этой самой уходящей недели. Тема сегодняшнего эфира именно такова. У меня в гостях Максим Асачий, начальник аналитического управления банка БКФ. Добрый день, Максим. Добрый день. И Сергей Ковжаров, управляющий активами финансовой компании Афорекс. Добрый день, Сергей. Добрый день. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашей беседе. Для этого есть телефон прямого эфира, телефон студии 6510996, код Москвы 495. И для этого есть сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте, делитесь собственными мыслями по поводу этих самых финансовых итогов недели. Ну, вообще любопытно, да, смотреть в целом на то, что происходило на этой неделе и на мнение каждого, а что каждый считает главным, ну или, по крайней мере, выделяет из всего потока событий. Итак, и так, и так, и так. Значит, чуть позже мы к этому приступим. Ну и традиционно картину маслом я рисую. Итак, 1506 в Москве. Что происходит к этому моменту на финансовых рынках? Начнем с Америки. Вчера закрылась она просто, мама не горюй, называется так это, да. Dow Jones больше 2%, S&P больше 2%, да. Почти 2,5% NASDAQ. Ну как. Это на Елен, да, такая реакция? Нет, нет, нет. На предложение республиканцев? На вчерашние переговоры, значит, между 18 республиканцами и Обамой. Ну, то есть пути, пути компромисса уже, да, какие-то? Ну, скажем так, и это первый момент. И по результатам этих переговоров продлен, ну, скажем так, временно потолок до 22 ноября. Ну это уже результат, здорово. Дальше смотрим. Я не закончил, извините. Итак, дальше смотрим. Собственно, азиатская сессия также позитивна. 1,5% Nikkei, чуть больше 1,6% Shanghai Composite. Европа также в плюсе, в Фуци 0,7% прибавляет. И вот здесь вот небольшое разочарование. Наш тоже, ребят, с утраты вроде бы, да, вместе со всеми росли. Я заглянул днем, посмотрел, РТС там больше 2% тоже прибавлял. А сейчас под закрытие, смотрите, уже или ближе к закрытию, ближе к концу дня торгового, ну и к концу недели, что логично. Видимо, пошла фиксация и уже РТС в минусе на 0,2%, ММВБ на 0,1%. Вот такая вот интересная история. Далее смотрим на сырье и на Форекс. Бренд 110,60, Light Sweet 101,63. Опять расходится, да, спред, то есть все-таки бренд так более-менее стабильный, а Light потихонечку скатывается к 100 долларам. Золото опять вокруг 1300 ходит туда-сюда, пытается закрепиться, никак не получается. 1285 стоит унция этого металла. Евро-доллар выше 1,35, 1,3567. Небольшое укрепление, последние несколько часов мы наблюдаем. И набор голубых фишек разнонаправлен сегодня, ну, как всегда, по определению, что называется. Значит, лучше рынка выглядят сегодня. У меня следующие бумаги. ВТБ 0,3%, Аэрофлот 0,2%, 0,2% Ростелеком и 0,1% АвтоВАЗ в плюсе. Газпром сказал я, да, 0,3%? Не сказал, если скажу. 0,3% тоже прибавляет. А хуже рынка сегодня торгуются. Акции МТС минус 0,3%, Лукойл минус 0,2% и также минус 0,2% снижаются акции НЛМК. Ну что ж, вот такова картина масла. Ну, собственно, основной момент такой, что сегодня пятница, да, конец недели, торговая неделя. И, наверное, если говорить о спекуляциях, то многие движения сегодняшнего дня, по крайней мере, понятны. Ну, а если в целом смотреть на неделю, Сереж, с твоей точки зрения, какие основные события, причем неважно, где бы они происходили, да, за океаном, под океаном, над океаном? Ну, самое первое, что хочется сказать, конечно же, неделя была очень интересной, насыщенной на события. Может быть, это не очень сильно отражалось в движениях на рынке. Но если говорить о напряженности инвесторов, то она была очень интересной, насыщенной. И как раз-таки вот на Форексе ситуация, в начале недели наблюдалось зажатие в какие-то узкие каналы. Как раз-таки это все происходило из-за того, что нервы инвесторов были очень сильно напряжены. И единственное, наверное, почему мы могли четко это видеть, это растущий ВИКС в начале недели. ВИКС, да, для слушателей наших. Это индекс волатильности, индекс страха, да, индекс страха, так называемый, индекс толерантности или нетолерантности к рискам. И вот он достигал 21% по показателю своему. Для примера просто скажу, что в начале сентября он находился на уровне 14, ну, то есть 50%. Да, это серьезно. Ну, а страх этот по поводу того, что как раз, да, творится там. Конечно, да, по ситуации в США, где фактически не работает правительство. Я сегодня утром прочитал интересную заметку на своем гаджете. Городок на юге Большого каньона, туристическое место, там проживает всего лишь 500 человек, еще полторы тысячи занято в сфере обслуживания. В связи с шатдауном правительства, финансирование закончено, парк закрыт. Соответственно, средств к существованию нет. Да ты что! А это самые-самые простые американцы, самая такая пресловутая американская глубинка, где местный пастор, он одновременно и совладелец единственного крупного магазина в этом городе, а мэр города по совместительству работает администратором в, опять же, единственном отеле в этом городе. Вот, и казалось бы, именно об этих людях должны конгрессмены политики думать, но нет. Ну нет, ну да. Им сейчас не дают... Ну это истинная демократия. Представьте себе то же самое. Ну сейчас весомо зримо противостояние между парламентом, с одной стороны, да, палат представителей, и с другой стороны президентом. То же самое было у нас в 93-м году, но чем окончилось? Представляете себе, например, танки, которые подходят к конгрессу и начинают стрелять? Нет. Это в принципе невозможно в Соединенных Штатах. А у нас это, так сказать, вот... Ну подожди, ты вот в начале своей реплики по поводу демократии так прошелся. Это... У тебя сарказм был в этом смысле? Ну, а представьте себе сейчас такое. Вы можете представить себе парламент, который бы в такой жесткой форме, как в Соединенных Штатах, противостоял президенту? Ты имеешь в виду российскую... Вот сейчас. И сейчас. Тоже абсолютно это непредставимо. То есть, ну, называть то, что нас как бы демократия... Сейчас демократия вообще бранное слово. Ну, это чудная иллюстрация. Чудная иллюстрация. Хорошо. Ну, и вернемся к уходящей неделе. Максим, на твой взгляд, что занимало умы инвесторов, умы... Целиком, конечно, Америка. Это шатдаун американского правительства. То, что мы упоминали. Причем, затрагивается шатдауном сотни тысяч рабочих мест. Я так понимаю, 800 тысяч человек, по существу, отправлены, так сказать... Неоплачиваемый отпуск. Неоплачиваемый отпуск. Включая даже НАСА. Американские дипломаты сейчас, наверное, будут гулять по Москве. Вот. Наконец-то у них появится такая возможность. Да, да, да. Ну, кроме консульских служб, которые находятся на самообеспечении. Ну, виза от 200 до 300 долларов, да? Они как-то себя обеспечивают. Вот. То есть, это ситуация шатдаун. Ну, в целом же, общее количество рабочих мест, которые правительство, так сказать, обеспечивает, ну, это где-то свыше двух миллионов, да? Вот 800 тысяч. Конечно, это очень... Да, это существенно. И это, более того, это дает вклад и в безработицу, которую я сейчас спикую. Вот. Поэтому, как бы, ну, и это, естественно, даст и на GDP, и на ВВП, так сказать. Уж там на десятую, как минимум, да, и сократит. А он там не слишком большой-то рост. Вот. Это первый момент. Второй, да, то, что упоминали. Все ждали, что 17 октября будет дефолт. Ну, и, кстати, мало кто знает, на самом деле, как показала практика, я сегодня был на одном бизнес-завтраке, вот, а теперь у меня сухой остаток от этого бизнес-завтрака. Это нормально. Да, это нормально. Вот. Ну, а, собственно, вот присутствующие знают, нет, почему именно 17 октября, а вот не 16 и не... Не 18. То есть, почему вот 23 на 24. А, кстати, хороший вопрос и момент хороший. Сейчас мы прервемся, да, и слушатели, и у нас будет возможность подумать. Сейчас новости на Финам.ФМ, а потом будем отвечать на вопросы. Ну, что ж, друзья, мы продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Максим Асадчий, начальник аналитического управления Банка БКФ, и Сергей Ковжаров, управляющий активами финансовой компании «Афорекс». Мы подводим финансовые итоги недели. Телефон студии 651099.6, код Москвы 495. Сайт компании финам.ФМ. Вы можете присоединиться и, собственно, свое мнение озвучить. И, кстати, давайте. Вопрос, который Максим предложил нам, Сергеем, да, ну и, я думаю, всем нашим слушателям, звучал примерно следующим образом. Почему именно 17 октября, да, вот принято таким ключевым днем ИКС с точки зрения поднятия потолка государственного долга? Как-то почему не 23-го и не 24-го? 23-го рано, 24-го поздно революцию. Значит, надо в ночь с 23-го на 24-го. Ну так почему? Ну давай, мы сделаем так. Мы этот вопрос, подожди, озвучили, да, и дадим еще возможность подумать. Если будет желание, кто-то дозвонится и попытается ответить. А тем временем, вот по поводу ВИКСа, да, ты хотел бы шифровать. Ну можно, да, можно немножко все-таки объяснить, что это за зверь такой ВИКС. То есть вот этот самый volatility индекс или индекс страха, так называемый. Это наиболее качественный, по моему мнению, на рынке индикатор риска. Индикатор волатильности. Ну то есть риск и волатильность. Примерно одно и то же. Подожди, ты говоришь наиболее качественный. То есть я так подразумеваю, что есть и другие какие-то менее качественные. Ну естественно есть. Да, их много? Ну скажем, СТС. Ну и в принципе, то, что реагирует в первую очередь как бы вот именно на волатильность, но вот в более-менее чистом виде. Ну это как бы уже, это действительно вот эликсир волатильности, да, то есть вот эссенция волатильности. Потому что он, значит, индекс комбинирован из опционов, которые, ну грубо находятся вне денег, когда означает, что при моментальном исполнении они стоят ноль. То есть они, ну точнее так, при моментальном исполнении они не будут исполнены. Понятно. Вот скажем так, масло масляное. То есть их не имеет смысла исполнять. Ну грубо продавать за 10 долларов, например, активка, рыночная цена, которого 11 долларов никто не будет. Вот грубо пример. Вот. То есть это, значит, опционы, которые находятся вне денег, они очень чувствительны к волатильности. И вот комбинация из премии этих опционов на индекс, на другой индекс, то есть это индекс на индекс, то есть такой производный инструмент S&P 500. То есть индекс VIX на индекс S&P 500. И он очень, он очень чувствителен к рискам, ну например, он находился на, изучая на высоком уровне, вот уже в 2000, даже в 2000, в начале 2008 года, а в момент, когда уже там началось Лимон, то он уже вот находился на исторических максимумах. Ну и сейчас он тоже немножко поднялся, ну конечно, это не сравнится с тем, что было, но тем не менее он в таком приподнятом настроении. Да, хотя вот сегодня... Сережа, а что его в ту или иную сторону движет-то? Он, я так понимаю, отражает какие-то ожидания все-таки прежде всего? Да, он отражает ожидания, но самое главное, что он отражает желание инвесторов застраховаться от рисков. То есть любая покупка опциона PUT, например, ну или связки с чем-то, колор какой-нибудь, она приводит к росту цены на этот PUT, а если растет цена, то растет один из параметров, от чего эта цена зависит. И в этом случае растет именно вмененная волатильность, которая находит отражение в индексе. Таким образом, большой спрот на PUT, пусть и вне денег, с различными страйками ниже рыночной цены, она поднимает индекс в целом. Повышенный спрос приводит к повышенному поднятию. То есть все довольно просто. Все просто, да, конечно, но если именно попытаться простыми словами, то есть инвестор страхуется от каких-то неожиданных событий, если он PUT покупает, соответственно, каким образом эта неожиданность может отразиться на рынке? Все начинает сливать. То есть это элементарное желание захеджироваться, желание купить страховку. Если вам сообщают, что в ближайшую неделю ожидается ураган, наверное, имеет смысл застраховать дачу, что-то такое. Это, естественно, не единственный инструмент, но из таких вот также как бы страховок, страхующих инструментов, ну, CDS, конечно, да, это кредит дефолт своп, да, то есть покупается страховка от дефолта. Ну, например, сейчас уже страховка от дефолта США там в течение года там тоже чего-то стоит. Там я последний раз смотрел где-то. Ну, то есть она, что называется, не вне денег уже, да, она уже действительно имеет какую-то цену. Вашему контрагенту, исходя из вот этой ставки, ну, например, вот по Украине с уже 10 годовых, по штатам там, ну, грубо 0,7 годовых, вот. А ваш контрагент в случае дефолта платит вам весь номинал, то есть красота неописуемая. Неописуемая, да. Вот. Ну, помимо этого есть, конечно, и другие инструменты, которые защищают от риска. Ну, вы прекрасно знаете, что таким вот хорошим инструментом является, ну, гавань считается золото. Оно, кстати, немножко отражало в своих движениях вот то, что происходило на рынке. Ты имеешь в виду последние вот несколько дней или в принципе? Не, и в принципе, но и в последние дни он тоже немножечко, то есть повышение, так, ударное повышение рисков, естественно, благотворно сказывается на золоте. А когда наоборот... Выдыхает, когда... Выдыхается, да. И швейцарский франк. Вот швейцарский франк, вот когда последний раз была истерика с силингом, да, с потолком долго, последний раз час икс был 2 августа, значит, 2011 года, посмотрите, там прямо великолепно видно, швейцарский франк просто был король. Но ты забываешь, что 9, по-моему, или 7 сентября, ну, ты знаешь, как специалист рынка Форекс, банк Швейцарии, да, провел масштабную интервенцию, привязал евро к франку, и сейчас мы как инструмент, да, этого самого... Да, к сожалению, привлекательность франка немножко снизилась. Нет, не немножко, если смотреть в евро-франк, он вообще полгода практически там в пределах 20 пунктов ходил. Но, тем не менее, франк остается в мозгах инвесторов. В качестве альтернативы совершенно. Да, в качестве альтернативы. Давайте смотрите, у нас есть вопрос, Мария пишет, не отвечает, к сожалению, на заданный тобой вопрос. Не знаю, вот Мария решила воздержаться. Но, тем не менее, смотрите, у нее какой вопрос. Причем, я понимаю, у Марии есть своя точка зрения, не случайно она так и формулирует. Смотрите, пишет Мария, сколько мы еще протянем перед обвалом? Год или несколько месяцев? О как. А может, наоборот, вдруг пойдет... Все вверх, да? Вот нефть 200, и в России уже на подступах коммунизма. Да, да, да. Что она имеет? Обвал где? Согласен, да. Я бы, конечно, попросил Марии уточнить, если у нее есть такая возможность, позвонить или написать еще. Но, в принципе, да, если она этого не сделает, можно там порассуждать. Обвал это какая-то глобальная, естественно, опять событие, связанное ли с дефолтом Соединенных Штатов Америки или, может, чем-то другим. Да, но временные рамки, которые она называет, там же год. Год или несколько месяцев. Хорошо, до 22 ноября обвала, скорее всего, не будет. А почему именно так? Мария, успокойтесь, до 22 ноября вот очередной как бы час икс по силингу. То, что они продлили. Да, продлили. Так, ладно, ладно, давайте. Если она уточнит, значит, я это озвучу. А, в принципе, возвращаемся. Нет у нас, к сожалению, ответа на твой вопрос. Поэтому не надо интриги. Сереж, ты ответишь? Нет, я не знаю почему. У меня есть догадка, что, наверное, эта дата совпадает с крахом 87-го года. Отнюдь. Все проще. Значит, сдаюсь. Все проще и совершенно банально. Просто... А там тема еще какая? День Колумба же. Нет, нет, нет. Все банально. Ну, давай, ладно, банально. Все совершенно банально. Просто 17 октября подходит очередная доза погашений крупномасштабных тех же самых трижавей. Ти-биллс на 120 миллиардов долларов. Вот и все. Все просто. Да. Мария, кстати, у нас услышала. Читаю. Она очень лаконична. У нас, пишет Мария. У нас. У нас, да. Как у них, так и у нас, я отвечу. А у нас в квартире газ. Ну, я читаю сначала, сколько мы еще протянем перед обвалом, год или два. Мы спросили, о каком обвале идет речь. Вот Мария уточняет. У нас. У нас. Обвал у нас. Ну, я могу предположить, что если в качестве горизонта она называет несколько месяцев или год, то, наверное, речь не идет о фондовом рынке напрямую. Может быть, речь идет вообще об экономике страны, да. Ну, видимо, у нее какой-то инсайд. Может быть, у нее есть какие-то опасения по поводу экономических показателей, которые там действительно ухудшались некоторое время назад. Я имею в виду промпроизводство и прочие параметры. А я, знаете, сейчас еще, Сереж, Максим, неожиданно подумал о том, что самое время. Да. То, что за эфиром ты предложил обсудить, самое время. Может быть, Мария действительно также посмотрела на последние события в банковской сфере. Ведь известно, да, что у нас несколько банков отозвал ЦБ у них лицензию. Ну да, целыми пачками отзывает. Вот, вот, даже пачками. И Мария, может быть, это такой у нее тоже индикатор опережающий. Она говорит, если это так, значит, кранты нашей банковской системе. Нет, Мария так, я за нее. Через несколько месяцев или год. Во-во-во, Юнин отсюда появился. Все, значит, скоро все рухнет. Пока еще не все так плохо с банками. Это здорово. Но только что вот отозвали. Я вот предсказывал крушение Пушкина еще. Ожидал. Серьезно? Да, что он не дотянет до конца 2012 года. У меня просто, вот есть даже подтверждение документальное этого факта. Но вот я ошибся немножко со сроками. Отозвали лицензию вот только-только. А ты какими, какой информацией? А вот ты его анализировал? Да, я сканирую этот банк очень тщательно, потому что у него, ну, скажем так, состояние было весьма забавное. Там собственники менялись, в общем, и очень забавные собственники. Ну, сами знаете, я только назову, так сказать, пару фамилий. Алякин Алексей. Ну, она, может, не столь как бы известна всем. А вот другая фамилия, она известна абсолютно всем. Олонский. Да, действительно. Становится все интереснее и интереснее. Но мы все же прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам. ФМ подводим финансовые итоги недели. Ну и какие-то прогнозы, как всегда, тоже пытаемся построить. Я напомню, в гостях у меня сегодня Максим Асачий, начальник аналитического управления Банка БКФ. И Сергей Ковжаров, управляющий активами финансовой компании АФОРЕКС. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Присоединяйтесь. Ну и продолжим разговор. Единственное, что, да, друзья мои, я хотел бы все же даме, чтобы мы ответили, сформулировали как-то по поводу того, что она ожидает, да, все вниз. Сейчас еще раз спрошу. Сколько мы еще протянем? Да, ожидает она обвала у нас причем, да, Мария пишет, у нас будет обвал какой-то, когда он случится, через год или через несколько месяцев. Я так понимаю, у вас, так сказать... Может, она в философском плане? Не знаю, не знаю. Не, ну, единственное, что у нас же основной риск какой? Нефть, да. А, в принципе, очень сильно маячит угроза сланцевой революции. Ну, она, собственно, уже как бы так вот плавненько идет. И если действительно, ну, собственно, сланцевого газа, вот у всех и много, и в Китае, и там и в Польше, и там во всей Европе, в Соединенных Штатах. Да нет, уже Соединенные Штаты начинают, насколько я понимаю, так сказать, из импортера в экспортера превратились. Вот, по газу. Что будет делать, собственно, Газпром? Не совсем понятно. А ведь есть еще и не только сланцевый газ, но и сланцевая нефть. Так что перспективы России, которые... Ну, в любом случае, это не год или несколько месяцев, наверное. Ну, это, слава богу. Конечно. Да это мерсище. Сережа, надо Машу успокоить. Если, конечно, имелась в виду ситуация в банковском секторе, то вот Максим сказал, что поволноваться не стоит, опять же, в ближайшее время. Хотя есть повод, потому что, насколько я знаю, по-моему, агентство S&P Edports, S&P Edports, S&P Edports недавно выразила озабоченность по состоянию, по устойчивости финансовой системы, банковской системы России. Россия, да. Да. И, собственно, вот я думаю, что предстоящее IPO банка Тинькофф, которое, по слухам, должно состояться до конца этого года, оно вот как раз-таки и покажет нашей слушальнице, в том числе, интерес инвесторов к банковской системе России. Да, да. Я надеюсь, что интерес будет и это IPO пройдет успешно. Ну и в любом случае, да, сама идея IPO, она уже позитивна, как минимум, для российского рынка. Максим, смотри, у меня просьба. Значит, у нас есть необходимость обсудить, ну, во-первых, заявленную уже, да, тему с банком Пушкино, поскольку интригу ты развенчал, да, и фамилия Полонский там ключевой. Да. Потом мы обсудим, да, предстоящие размещения банка Тинькофф, и тебе есть персональный вопрос, еще я потом его озвучу. А может сейчас? Давай, хорошо, можно сейчас. То есть, чтобы было понятно, с чего начать. Да. Значит, смотри, пишет Юрий. Уважаемый Максим. Да. Конкретно тебе? Да. Да. Вы пристально следите за Мособлбанком. Это правда? Это есть. Это его. Это есть. Скажите, пожалуйста, это надежный банк. Так, что вы скажете о дальнейшей его судьбе? Ну, учитывая, что ты предсказывал, да, судьбу банка Пушкина, я думаю, тебе и карты в руки. Ну, скажем так, давать тот же прогноз Мособлбанку, который я дал когда-то банку Пушкина, что до конца года не дотянет, я в данном случае не стану. Да. Мособлбанк, банк, скажем так, достаточно интересный, с очень таким, ну, скажем так, неоднозначным поведением. Ну, сейчас описывать не буду, нет времени, но просто погуглите, например, акции святого Трифона. Так. Вот. Это что значит? А, вот это совершенно потрясающая история, была даже на первой полосе ведомости. Расскажи, пожалуйста. Ну, хорошо, расскажу. В общем, банк этот прославился тем, что начал неожиданно дарить вкладчикам по 10 акций своего банка. Да, да. Причем подарок шел от некого фонда святого Трифона. Ну, на всякий случай, святой Трифон это покровитель охотников. А Мальчевский, который фактически является Анджей Мальчевский, поляк, по национальности, насколько я знаю, ну, судя по имени. По фамилии, да. По фамилии. И мы гадали, что за благотворительность такая, а потом оказалось все просто. Оказывается, банк получил предписание от Центрального банка ограничить прием вкладов. Но там стояла маленькая кроме, кроме как от акционера. И все просто. То есть приходит человек, ему дают эти 10 копеечных акций. И он имеет право теперь. А он имеет право. Ну, Центральный банк просто пришел в приятное настроение. Не, ну, здорово, здорово. Да, неоднозначный банк, прямо скажем. Но, тем не менее, скажем так, ну, визуально, с точки зрения отчетности, по крайней мере, у банка, ну, все более-менее. Ну, насколько отчетность, соответствующая действительность, это уже проблема всей нашей банковской системы. Ну, это уже третий вопрос. Ну, пока, скажем так, повторяю, могу гарантировать, что до Нового года сей банк доживет. Понятно. Ну, это уже о многом говорит. А, кстати, ты по поводу Пушкина предсказывал до конца 12-го. А я предсказал до конца 12-го и вот ошибся. Да, он протянул. Да, он протянул. Полгода больше. Да, протянул. Вот. А по Пушкина, значит, там очень интересная история. Ну, во-первых, это, как бы, этот казус интересен тем, что 20,2 миллиарда рублей АСВ налетело на такую сумму. То есть это застраховано было вкладов. Вот. А вкладов там было вообще на 24 где-то. Еще, значит, масса народа просто полегла на поле сражения. Вот. Это первый по размеру за всю историю банковского сектора. Никогда не было большего, так сказать, объема. Это приблизительно 10% фонда АСВ полетело. То есть это серьезная заявка на успех, а есть банки еще и покрупнее. И гораздо более худшем, скажем так, состоянии, вот, честно скажу, есть такие, такой, один банк, по крайней мере, совершенно точно. И там уже половина где-то фонда полетит. Вот. Ну, так сказать, это дело регулятора, то есть придушить этот банк или нет. Вот. Мы уже давненько на... Ну, ты имеешь в виду, что повод для этого есть, да? Ну, основания, основания там есть на все 100%. Вот. Значит, что касается, значит, Пушкина. Ну, и вот адвокат Добровинский, один из, как бы, ключевых акционеров этого банка. Он в свое время представлял интересы самого Полонского, вот, но потом они разругались, вот, он, так сказать, или уж не помню, кто кого покинул, то ли Полонский его, то ли... Ну, он говорил, что он купил свою долю за 300 долларов. Угу. Да. Вот. Ну, естественно, в банке был совершенно невероятный бардак. Там были... Естественно, почему? Потому что вот эти фамилии звучат? Ну, потому что банк был просто слит уже с огромной дырой. Понятно, что когда туда приходил Добровинский, там уже была колоссальная дыра. Это было еще, извините, по весне этого года. Угу. Там апреля, если не ошибаюсь. Вот. И эта дыра, она, естественно, не уменьшалась, я честно скажу, в размерах. И при том банк активнейшим образом привлекал вклады, в том числе, пенсионеров. Кошмар. То есть, ну... Подожди, а регулятор вот в этот момент, он же видел же наверняка, по весне он же видел уже там дыра такая-то. Ну, вы знаете, я вот, у меня много добрых слов на эту тему, но я как сотрудник банка вот вынужден молчать. Я понял. Ну, это да, это корпоративная этика. Да, есть корпоративная этика. Вот. То есть, история во всех отношениях интересная. Там есть какая-то недвижка, возможно, в залогах, хотя и плохо оформленная. Там на несколько миллиардов рублей, например, в Истре земли. Вот. За ними уже, я так понимаю, бандиты охотятся активно. То есть, мы еще о делах с этим забавнейшим банком услышали. И самое интересное, конечно, хотелось бы услышать и от Алексея Алякина какие-то объяснения этой истории. Он, насколько я понимаю, находится в Швейцарии, где у него хорошая недвижка есть. Так вот, это для кредиторов банка Пушкина. Наводка, да? Вот. А, кстати, о Полонском мы не услышим, как ты думаешь, в связи с этим? Ну, я думаю, что с Полонского тут взятки гладки. Я думаю, что ему уже досталась пустышка. Ну, может быть, на него-то вешать собак-то несложно. Он, как бы, под мошеннической статьей, насколько я знаю, находится и укрывается от российского правосудия. Сейчас вот опять в Камбодже, из Израиля, так сказать. Ну, нормально, что там тепло. Да. Там тепло, там яблоки. Собственное полуострово, в принципе, есть где разгуляться. Так, ладно. Я прошу очень, Максим, тебя прерву, да? Ну, на вопрос, Юрий, ты ответил, да? По поводу Пушкина мы поговорили. Еще IP у нас на очереди. Да, Тейкова. Но, тем не менее, вот Мария сегодня, мне очень нравится. Мария в том плане, что она активна, прежде всего. Она задавала вопросы. И вот следующий вопрос. Сережа, я предлагаю тебе два слова по этому поводу высказаться. Немножко у нас осталось еще времени до перерыва. Значит, Мария интересуется перспективами дома. Доллара, евро и золото до конца 2013 года. Ну, на мой взгляд, не очень сложный вопрос. Я склонен думать, что мировые валюты, в первую очередь, евро и доллара останутся на текущих уровнях. Евро, в первую очередь, наверное, мало уйдет от той отметки, где он сейчас есть. Я даже думаю, что он будет немножко пониже. На уровне 1,34-1,34,5 встретит Новый год. Но не ниже. Не ниже. Ну, плюс-минус там полфигуры. Ну, где-то 1,34 такой уровень. И я это связываю с тем, что доллар сумеет до конца года укрепиться. Опять же, на ожиданиях сворачивания к Е3. Все-таки еще есть шанс, что оно начнется после декабрьского заседания Фомки. И на этих ожиданиях, я думаю, что евро все-таки немножко подрастеряет свои позиции. Вернее сказать, доллар их приобретет. Что касается рубля, я понизил совсем недавно свой прогноз на полрубля. И раньше я смотрел где-то на отметку 32,50. Сейчас я думаю, что 32, наверное, будет такой отметкой притяжения. То есть рубль сильнее, на твой взгляд, да, будет? Да, чуть-чуть сильнее будет. Мы, наверное, до Нового года еще увидим 31,50. Но я думаю, что 31,75, 31,80. Вот такая хорошая. Кстати, с чем может быть движение в рубле, вот, укрепляющее его? С чем я это связываю, с чем я связал свой пересмотр? С тем, что я вижу интерес к российскому фондовому рынку. То есть пресловутые ралли, да, соответственно, инвестор пойдет сюда. Да, новогоднее, осеннее ралли. Осеннее ралли, предновогоднее ралли. И я ожидаю притока иностранного капитала, возобновления его, поступления в Россию. Именно подложения в акции. И это все не позволит рублю упасть. Стабильность нефтяных цен, стабильность отношений с Америкой в связи с Сирией. Все это поддерживает рубль. Я понял. Спасибо. Спасибо, Сережа. Еще раз прервемся. Уважаемые слушатели, новости на Финнам.ФМ слушаем, а потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Сухой остаток на Финнам.ФМ. Подводим финансовые итоги недели. В гостях Максим Асачий, начальник адрического управления Банка БКФ. Сергей Ковжаров, управляющий активами финансовой компании Афорекс. Телефон в студии 651099,6. Код Москвы 495. И сайт компании финнам.ФМ. Времени мало, вопросов много. Сегодня пятница. Я думал, мы вообще просто поговорим о погоде, о природе, о выходных. А оно вон что. Поэтому, Сереж, к тебе еще одна просьба по поводу доллара, евро, рубля. И Маша спрашивала про золото еще. Ну и вот мысль по поводу российского рынка тоже озвучилась. Да, по золоту негативный взгляд. И не потому, что я ориентируюсь на недавно выпущенные ресерчи крупных инвестбанков, в частности Голдман Сакса, с понижениями прогнозов по цене на золото на 2014 год. Нет, это мое личное мнение. И оно уже довольно старое. Наверное, пару недель назад здесь на эфире был генеральный директор компании Афорекс Кирилл Кочиенко. И вот он тоже озвучивал, мне кажется, идею по... Ну это у вас такая корпоративная идея. Да, это корпоративная идея. Мы считаем золото неинтересным активом. И мы считаем, что вот отметка 1200 это как некий магнит, который будет тянуть к себе, притягивать. И я думаю, что с очень большой вероятностью до конца этого года мы еще туда сходим. А то и ниже. Да, а то и ниже. А у меня есть еще несколько цифр по российскому рынку, фондовому, по российским акциям. Вполне возможно, опять же, это чисто мое мнение, что нас ожидает хорошее ралли осеннее, предновогоднее, скажем так. И я это связываю с одной простой причиной, что российский рынок очень сильно недооценен. Цифры просто ужасные, если их сравнивать с другими развивающимися рынками. Даже по такому простому показателю, как прайс на earnings, цена акции на прибыль, на акции, которую компания зарабатывает. Российский рынок 4,4. Emerging markets, развивающиеся рынки в целом 9,8. Развитые рынки в районе 15. Так вот, простые арифметические действия показывают, что это равносильно, вот эти вот коэффициенты, они равносильно тому, что вложить деньги в бизнес российских компаний. В компании входящих в акции, в индекс акции, все равно, что купить облигацию со сроком погашения 4,5 года и приносящую 17,1% доходности. Я боюсь, что это немножко не так. И вот почему. Не совсем такая мыть. Просто надо же смотреть не на как бы бухгалтерские, так сказать, трюки. Нарисовать я вам отчетность могу любую. Понятно, что та прибыль, которая, к сожалению, реальная, и та прибыль, которая нарисована в отчетности в личных компаниях, это две очень большие разницы. То есть у нас проблема, с одной стороны, как бы в нетранспарентности, а вторая проблема в фальсификации. То есть просто люди не верят этой отчетности. Ну там нарисована прибыль, ну и что, на самом деле убытки. Это первый момент. А второй момент, ну давайте представим себе на мгновение, что вы скупили вот каким-то чудом, например, 50% плюс одну акцию «Газпрома» дальше. Стоимость этого пакета. Я вам сразу скажу, стоимость гроба, в который вас поместят. И очень быстро. Понятно, да? Непонятно. Ну потому что до кабинета, так сказать, руководителя «Газпрома» вы не дойдете живым. Вот просто я гарантирую. Вот так, на всякий случай. То есть стоимость акций в конечном итоге, это стоимость бизнеса. А если вас не допустят к бизнесу, какой смысл? Какой смысл покупать акции того же Сбербанка, когда абсолютно гарантировано, там, ну в ближайшие годы? То есть это просто некая бумага. Так вот, я поэтому и заостряю внимание зрителей и слушателей именно на этих цифрах. Что исходя чисто из прибыли, компании математические, это равносильно покупке облигаций с 17-й доходностью. Ну то есть мы понимаем, что бумага, до покошения которой меньше 5 лет и которая имеет 17-ю доходность, это преддефолтная бумага. Но можно ли сказать о российской экономике, что она находится в преддефолтном состоянии? Я думаю, что, наверное, нет. Тут другая причина. Ну, а тот же «Газпром», например, у него, извините, пи какой? Меньше трех. Меньше трех. То есть получается, что «Газпром» стоит меньше трех своих чистых прибыли. Получается, что купив бизнес «Газпрома», вы через три года его отобьете. Да. Вот вопрос состоит в том, что, к сожалению, даже приобретя все 100% акции, вы не вступите во владение. Не-не, ну подожди, дело не в этом. Это ограничение уже другого рода. Ну, то есть это по существу то, что торгуется на российском рынке, это не акции. Вот в общепринятом смысле. В общепринятом смысле ты купил контрольный пакет, пинком под зад директора, сел в кабинет, работаешь. У нас это возможно. Не, а зачем пинком под зад? Если он неэффективен, этот директор, тогда его пинком под зад. То есть цена актива, момент истины. Если этого момента нет, то это, извините, бумага резаная. Ну, может быть, дополняемая дивидендами. Понятно. Ну, ладно, это твое мнение. Ну, не только мое. Реакция рынка на нас же действительно, это впечатляет, когда смотришь звездное небо, P, PB, да, вот эти координаты. То есть цена, ну, капитализация к прибыли, капитализация к book value, ну, к капиталу, да. И Россия в самом низу, и просто никого там, господи, вот Северная Корея бы была, вот если бы там был фондовый рынок, ну, наверное, она была бы ниже. Вот. То есть тут-то ситуация вот... Не, ну, хорошо. И вот две точки зрения, да, на один и тот же факт. То есть Россия по фундаментальным показателям недооценена. Вот Сергей говорит, именно по этой причине... По фундаментальному, да, мы-то в этом сходимся как раз. Да-да-да, нет, ну, а реакции-то разные, да, Сергей говорит, именно поэтому ее надо покупать. А Максим говорит, именно поэтому ее надо не трогать. Ее не надо трогать, да. То есть пока динамика в целом институциональная. Какая? Все хуже, хуже, хуже. Все сильнее государство в экономику. Процесс о государствении экономики идет. Ну, мы видим, что вот там с нефтянкой творится, начиная с ЮКОСа. Вот. В банковской сфере, в госбанке все сильнее и сильнее выдавливают частные банки. Так что процесс идет, в общем-то, драматически национализации российской экономики. Максим, смотри, времени мало, к сожалению, все здорово вы рассказываете. У нас есть вопрос, вот я хотел бы тебе как раз его адресовать, один из вопросов, потому что он в тему опять. Смотри, пишет Николай. Прокомментируйте, пожалуйста, новости о вчерашнем отказе принимать пятитысячные купюры в банкоматах Сбербанка. И начиная с сегодняшнего дня в Альфа-банке. Фальшивки идут... Не кроется, подожди, я закончу, не кроется ли за этим попытка изъять у населения наличность, как это было в Павловскую реформу конца СССР? Спасибо. Нет, 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 абсолютно нет, иначе бы тогда это распространялось вообще в полном объеме на всю наличность. Нет, это речь идет о том, что, к сожалению, банкоматы не распознают очень простую фальшивку, когда просто, скажем так, из десяти купюр резко делается одиннадцать купюр. К сожалению, вот я слышал такой рецепт. Серьезно? Да. Ну, к сожалению, есть вот такая неприятность. Ну, то есть дело только в этом, исключительно в этом, да? В том, что, да, массово подделывается в первый угол самая, так сказать, дорогая купюра. Я понял. Ну, ладно, тем не менее, успокоил, я думаю, наверняка Николай, потому что он, видишь, сразу тоже, как и Мария, да, сегодня какие-то апокалистические такие. Да, да, да. Но есть, нет, на самом деле, конечно, в вопросе есть, как бы, некий резон, вот в каком плане. Ведь уже вступает в силу ограничения 600 тысяч рублей, максимально расчеты, да, наличные, это в пределах 600 тысяч рублей. Вот, в принципе, идет наступление на наличные. Ну, и, в принципе, есть вот такая хорошая мысль, есть, сейчас вот эта пирамида Репо огромная, там, она уже перевалила ее размеры, там, ну, все мыслимые масштабы, вот, как ее свернуть? Ну, уже 2,5, где-то триллиона рублей, представьте себе, в этой пирамиде. А свернуть ее просто, если, например, ввести налог, ну, вот, мне один банкер такую мысль подкинул, если ввести налог на наличный оборот, ну, то есть на продажи, да, на сделки с наличными ввести, народ тут же уйдет в безнал, и деньги окажутся на корс счету в ЦБ. И можно будет убрать тогда эту пирамиду. Такая идея. Ну, да, вполне логично, по крайней мере. Так, ну что, такая идея, минута у нас осталась, Сережа, добавишь что-то еще по поводу рубля, золота, российского рынка? Ну, что добавить? Давайте смотреть, я на конец года, в общем-то, оптимистичный. Ну, ты ждешь, тем не менее, да? Оптимистичный, оптимистичный. Ждешь рост российского рынка, Максим, ты не ждешь рост российского рынка? А тут все зависит не от нас, все зависит от того, что будет в первую очередь в Соединенных Штатах, вот, час икс, 22 ноября. Ладно, спасибо, спасибо. Ну, как минимум, смотрите, еще раз, да, уважаемые слушатели, час икс передвинулся, 17 октября на 22 ноября, теперь живем в преддверии нового часа икс. Спасибо, уважаемые гости, спасибо, что вы нашли время посетить студию. Я напомню, сегодня были Максим Асачий, начальник аналитического управления банка БКФ, и Сергей Ковжаров, управляющий активами финансовой компании Афорекс. Мы подводили финансовые итоги недели, ну, подвели их, мне кажется, сделали это неплохо. Уважаемые слушатели, я желаю вам всего самого хорошего, спасибо вам за внимание, впереди выходные надо отдохнуть, набраться сил, ну, и дальше вперед из песни. Спасибо, всего хорошего, успехов на рынке, до понедельника, до свидания. Спасибо.